Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги. Тема пищевого поведения преимущественно рассматривалась с нами достаточно долгие годы в контексте наиболее выраженных проявлений. Это анорексия и булимия. Мы, как правило, снижение или изменение аппетита... У меня не работает указка. Не работает? Нет. Может быть, она не включена? Ой, золотая. Сейчас у меня есть указка. Всё сделано. Так, замечательно. Спасибо. Мы, как правило, рассматриваем снижение или изменение аппетита как критерии острого или хронического заболевания чаще всего. А в зарубежной практике в последние годы получил анализ и рассмотрение другие аспекты пищевого поведения. И, естественно, возникает вопрос, что это очередной бренд, дань моды или это всё-таки действительно состояние, которое могут нести риск какой-то здоровью ребёнка, надо ли их лечить, не надо и когда. Мы хорошо знаем, что в основе пищевого поведения, безусловно, лежит голод, обусловленный истощением энергетических запасов и аппетит, эмоционально окрашенное стремление человека к пище или различные доминанты возбуждения с физиологических позиций. Следует отметить, что нарушение пищевого поведения очень собирательное понятие. И оно обусловлено широким спектром факторов, которые могут влиять на процесс кормления, приём пищи, поступление пищевых веществ. И мы хорошо знаем, но у нас вот нет такой статистики, а по данным зарубежных исследователей, до 45% детей, родителей детей обращаются к педиатру по поводу тех или иных проблем с кормлением. По данным, вот ли, это где-то 18%. Следует отметить, что сам термин пищевое поведение очень собирателен. И вот единой терминологии в зарубежной практике нет. Под пищевое поведение используют различные понятия. Это избирательное питание или разбирательный аппетит, о чём я буду останавливаться попозже. Это привередливое питание, плохой едок, малоежка, отказ от приёма пищи, пищевая неофобия, младенческая анорексия. Не надо путать её с нервной анорексией, которая встречается у подростков. Что касается отечественной педиатрической практики, то под нарушение пищевого поведения, скорее всего, подходит в соответствии с МКБ-10 расстройство приёма пищи в младенческом и детском возрасте, которая предусматривает отказ от пищи и крайней степени сбалованности ребёнка, не имеющий никакого органического заболевания, в ответ на предложение ему обратить внимание адекватной пищи разумным и компетентным лицом, осуществляющим уход за ним. Следует отметить, как я уже сказала, тема активно прорабатывается в зарубежной практике. Обратите внимание, такую распространённость в мировой практике представлена в литературе по нарушению пищевого поведения. И вот это, как бы сказать, в абсолютных величинах. И из этой таблицы видно, что где вот дублируется, что имеется тенденция к увеличению данных нарушений. Следует отметить, что формирование пищевого поведения начинается уже внутриутробно. Конечно, на это являет питание матери. Мы знаем, что при ограниченном экономическом метаболизме нарушение пищевого поведения и её вкусовые предпочтения тоже оказывают влияние на последующее пищевое поведение ребёнка. После рождения идёт активная продолжающаяся, как бы, дифференцировка и развитие ядер гипоталамуса, лептин, который обеспечивает варианты аппетита у ребёнка. Сразу после рождения чрезвычайно важен вид вскармливания. И обратите внимание, что естественное вскармливание наше свободное и не по часам, оно формирует вкус, режим питания в последующем. И что очень важно вот это исследование, что все проблемы естественное вскармливание решает, о каких мы только не говорим. Что вот если оно хотя бы до 6 месяцев, то уже ниже распространённости избирательного аппетита, отказа от еды, пищевой неофобии и так далее. То есть эта проблема очень эффективно решается. Но ребёнок у нас получает наряду с исключительно молочным период, получает ещё смешанное питание. Период смешанного вскармливания. Здесь, конечно, большая роль принадлежит срокам введения и ассортименту прикорма, режиму питания, психологическому климату в семье. На этом этапе учёные отмечают так называемая стрессорная реакция перехода с грудного вскармливания на бутылочку, ложечку или самостоятельный приём. Здесь также имеет значение изменения консистенции и структуры питания, в виде вначале он получает жидкую, переобразную, мягкую, твёрдую и так далее. Очень интересно, что нами забытая, между прочим, традиция. Раньше, как в России, ребёнок появлял с первого зуба, ему давалось такое, чтобы он ел. А сейчас мы забыли о необходимости влиять на прикорм ребёнка, чтобы он самостоятельно мог принимать. Это тоже формирует вкусовое предпочтение и пищевое повеяние. Но нам удобнее так, редко бывает так, а так маме менее удобно. В раннем возрасте, безусловно, доминируют психолого-педагогические аспекты и неправильные типы кормления и привычки в семье. Безусловно, характер питания оказывает влияние на формирование пищевого поведения. Недоношность, задержка внутриутробного развития, а таких детей у нас очень много, оно нередко требует длительного зондового питания, в процессе чего идёт нарушение естественного механизма формирования голодонасыщения. Любое заболевание, психомоторная и неврологическая патология, которая тоже много, которая растёт, и отмечает, что нарушение пищевого поведения отмечается у более чем 80% данной категории детей. Нередко расстройство глотания. И оперативное вмешательство тоже вносит в свою лепту. Я сказала, что в отечественной практике вот тема нарушения пищевого поведения вот в таком широком масштабе, не обращая внимания на крайнее, как бы сказать, его проявление, ну, практически не представлена. В зарубежной практике она преимущественно представила израильской школы, клиника Вольфс-Надко, о которой будет детально говорить наши гости сегодня, и американской школы. И вот я хотела вам представить одну из предполагаемых классификаций. Это классификация американцев, очень достаточно объёмная и большая, и она предусматривает, во-первых, здоровый ребёнок, неправильно трактованный афетит, ребёнок, как правильно, нормальный, масса ростовые показатели, всё у него в порядке, но есть страх того, что, или опасность того, что родители будут агравировать симптоматику, принудительное кормление, и будет запах с нарушением пищевого поведения. Энергичный ребёнок, ещё иногда этот термин носит, младенческая анорексия, он занят окружающим, он не интересуется только едой, и у этого ребёнка достаточно быстро развивается недостаточность питания. Ребёнок в депрессивном состоянии, это или после болезни, или ребёнок в недостаточно адекватном уходе. Это плохой аппетит, обусловлен органическим заболеванием. Здесь я ещё скажу, конечно, необходимо выявление, так как мы сейчас говорим, тревожных сигналов или красных флажков. Ребёнок избирателен в еде, это тема моего сообщения, более детально характеризую в последующем. Это кормление, которое сопровождается плачем, например, при коле, как у ребёнка, когда мама не может дифференцировать этот крик, и постоянно его кормит. И ребёнок боится процесса кормления. Это в анамнезе какие-то проблемы, связанные с процессом кормления. Нарушение пищевого поведения, я вам сказала, что более детально я оставлюсь, на одной из форм, это избирательный аппетит. Но даже в отношении этой терминологии тоже нет единого мнения. Значит, всё-таки считается чаще всего определение этих исследователей. Это отказ от определённых видов продуктов по сенсорным характеристикам. Вкус, цвет, консистенция, запах или однообразное питание. Ребёнок не хочет пробовать новую пищу. Испанские диетологи считают, что ребёнок получает недостаточно продуктов по основным рекомендуемой для этого возраста. Вот Шатор есть рекомендация, которая наиболее часто используется. На мой взгляд, тоже очень, как бы сказать, дающие представление. Диагностические критерии здесь. Отказ от пищи начиняется с неприятия нового типа пищи. Ребёнок отказывается пробовать новую пищу, но прекрасно ест обычную. И вот показатель, которым отмечают 89 чувствительности и 84 специфичности. Это гримаса, отвращение, позыв на рвоту перед приёмом пищи. Это рвота не пищи, а ещё при виде. То есть он изображает это. Отказ от пищи не связан с заболеванием. Что здесь очень важно для этой категории детей? Что массоростовые показатели у них, если они любят излюбленную какую-то вкусную пищу, достаточно долго остаются в пределах референсных значений. Тем не менее, имеет дефицит минорных компонентов, таких как железо, цинк, длинноцепочные жирные кислоты. Чаще развиваются на втором году жизни. Вот отмечают, что пик встречаемости в 5 лет. Но и первый год уже вносит определённый вклад в формирование избирательного аппетита у ребёнка. Посмотрите на этом слайде, какая чёткая динамика увеличения распространённости детей с избирательным аппетитом от 4 до 24 месяцев жизни. Избирательный аппетит, безусловно, может быть георганической природы, как сопутствующая патология. Но здесь, безусловно, оценка так называемых красных флажков. Это или дисфагия, нарушение глотания, плач, который символизирует боль, рвота, диарея, пищевая непереносимость, пищевая аллергия, задержка темпов физического развития, пороки развития и так далее. Но чаще всё-таки он бывает, эти нарушения, бывают неорганической природой. В основе их лежат следующие факторы или могут лежать следующие факторы. Во-первых, пищевая неофобия. Пищевая неофобия – это, естественно, эволюционно сформировавшееся качество. Это страх и взрослого, и ребёнка к новому неприятию, как бы новой пищи одномоментно. А для ребёнка тем более, потому что он стремится со своей капли. Почему придумали, так сказать, люльки разные? Потому что он стремится сохранить своё постоянство во всём – в питании, внешнем окружении и так далее. И это, может быть, как сказать, его защитная реакция к быстро окружающей среде. Мы сказали, что чаще всего распевается на втором году жизни, но тут уже он пытается, контролирует жизнь, независимость и самоутверждение играют важную роль. Очень часто это является средством привлечения. При нашем темпе ритма порой мамы делают для ребёнка всё, но им не хватает простейшей её внимания и ласки. Поэтому это может быть привлечение внимания. Ребёнок может реализовать модель кормления старших брата, сестру или кого-то ещё, или даже членов семьи. Страх тревога родителей в отношении него могут приводить к чрезмерной агровации и тоже, как бы сказать, популяризации ребёнком такого отношения. Конечно, в анамнезе могут быть заболевания, которые сопровождаются или сопровождались боли во время кормления. Избирательный аппетит, или иногда называют это ограничительное пищевое поведение, и капризный едок рассматривается ещё с нескольких других позиций. На мой взгляд, тоже интересных. Мы часто забываем, что дети раннего возраста обладают способностью регулировать собственное энергопотребление. И что происходит, когда вмешиваются родители? Может быть, два варианта. Если родители соглашаются с ломкой индивидуальных физиологических механизмов, нет конфликта. То есть он выбирает что-то или как-то ведёт, нет конфликта. Но если они давят на него или что-то, то возникает конфликт. Мы часто забываем, что для детей 2-5 лет характерно относительное снижение аппетита. Не может он съедать 115 килокалорий, как мы его на первом году кормим в этом возрасте. Это просто идёт замедление его роста, это физиологичная реакция. А мама и врач пытаются всё больше и больше как бы с её возрастом увеличивать объём питания. Поэтому в ряде международных рекомендаций и есть такой постулат. Для нас он немножко, может быть, даже необычен. Родители решают, какую пищу и в какое время давать детям, а дети что и сколько есть. Конечно, трудно тут полностью согласиться, но тем не менее. Избирательный аппетит, как вариант пищевого поведения, может встречаться кратковременно. Ну, у ребёнка на фоне заболевания, на фоне какого-то периода, и тогда это не несёт уж таких серьёзных рисков его здоровью. Тем не менее, в отдельных случаях он может долго и длительно сохраняться. И тогда уже возникают риски как его здоровью, так и психологические аспекты данной темы. Ну, учёные отмечают в плане длительных последствий избирательного аппетита отставание в росте, развитие из-за дефицита микро- и макро-нутриентов. Как я сказала, они на первом этапе. Иногда бывают макро-нутриенты. Повышенность заболеваний с респираторной инфекцией, недостаточная нутритивная обеспеченность, соответственно, снижение иммунитета, замедление когнитивного развития конфликта, формирование стрессовой ситуации в семье. Вот, как бы, несколько упростив эту задачу, я хотела бы представить в двух аспектах. Во-первых, и последствия могут преимущественно диетологически, безусловно, они связаны. И диетологически связаны с недостаточным поступлением необходимых пищевых веществ. То есть это не обязательно может быть дефицит массы тела, я еще раз отмечаю, что может быть даже избыток. При этом имеет место дефицит ряда минорных компонентов. И это связано с тем, что различные продукты играют важную роль или обеспечивают различные аспекты потребности ребенка. И на этот, по этому, так сказать, направлению уже имеются работы, которые представлены в литературе. Это вот весоростовые показатели в группах детей с проблемами при кормлении и без них. И вы видите, что при проблемах у них больше нарушений в сторону снижения данных показателей. Но это немного ожидаемая проблема. В этой группе и чаще количество детей с индексом массы тела, то есть, прошу прощения, по таблицам центильных величин ниже 5-го перцентиля. То есть это может такие нести риски. На мой взгляд, очень важен диетолога, я бы сказала, психологические аспекты этой проблемы. И сейчас уже об этом достаточно. Вы здесь видите, еще я там продемонстрирую, много исследований. Как последствия длительно сохраняющегося избирательного аппетита описывают, замедление когнитивного развития, но это предполагаемо, он не получает минорные компоненты, нарушение пищевого поведения, которое сохраняется в последующем. Это влияет на социализацию ребенка, приводит к поведенческим реакциям, агрессивности, как на ранних этапах, так и в последующем. Формирование стрессовой ситуации в семье, нарушение детско-родительских взаимоотношений и психологического здоровья семьи. В этом контексте, а очень хотелось бы обратить внимание, что одна из причин современности, это рост суицида у подростков, причем в наиболее развитых странах из благополучных семей, Швеции, Дании, и уже созданный институт суицида. И это связано с тем, что отмечается ухудшение психологического здоровья населения во всем мире. А вот в контексте суицида важная роль, ну, не определяющая, но очень важная, принадлежит детско-родительским взаимоотношениям. А может быть, вот тут, вот на этом этапе формирования пищевого поведения, они тоже дают себе знать. Конечно, я не планирую, чтобы нарушение пищевого поведения связать с суицидом. Тем не менее, мы должны понимать, что жажда и голод – самые сильные инстинкты. И взаимодействие на этом этапе матери и ребенка безусловно несет возможные риски психологического здоровья и семьи, и ребенка. Ну, исследования, которые в этом контексте имеются. Ну, как я уже отметила, что недостаточная, видимо, потребность потребления тех или иных компонентов может оказаться на индексе интеллектуального развития ребенка. Вот традиционно в зарубежной практике по шкале были соцениваны. И, как вы видите, эти достоверные различия. Ну, если эти доработа несет результаты, которые мы несколько предполагали, то, на мой взгляд, вот больше интерес представляет вот эта работа. Обратите внимание, здесь особенность анализировалась поведение детей в возрасте от 9 до 34 месяцев в зависимости от пищевого поведения, то есть контакт матери и ребенка во время игры. И что мы получили? Что при нарушенном аппетите, измененном поведении у ребенка чаще негативные прикосновения и избегание прикосновений матери, что, безусловно, в психологическом плане и семьи, и ребенка чрезвычайно важно. Мы сказали, что может ребенок недополучать минорные компоненты. И вот один из аспектов данной темы это, конечно, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Эти дети могут, как мы сказали, моделировать различные поведения, в том числе с гиперактивностью и синдром дефицита внимания. Это вообще проблема. Сейчас ее распространенность отмечают от 5 до 40%. И вот аспектов этой темы очень много. Но один из аспектов это связан с длинноцепочными жирными кислотами и, в частности, омега-3-декозагексоеновой кислотой, которая обеспечивает передачу импульсов между нейронами и через дофамин в базальных ганглиях может оказывать влияние на поведение, снижает время реакции и, что очень важно, оказывает влияние на активность мозжечка, что уже подтвердено данным МРТ и другими исследованиями, как бы снижает гиперактивность. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы ребенок, даже прикажившийся нам в хорошем нутритивном статусе, по крайней мере, определяемым массоростовыми показателями, не имел дефицита вот таких компонентов. Ну и в контексте возможных коррекций. Этому посвящена наша третья лекция, будет подробно доктор Павловский говорить. Мне бы здесь хотелось сказать, что избирательный аппетит это состояние, которое несет определенные риски при длительном сохранении его. Тем не менее, нутритивная поддержка должна осуществляться очень разумно и обдуманно. Вот сейчас, например, фирма Эбот нам предложила с целью коррекции, обратите внимание, как пищевое страхование. Это не коррекция рациона, а это вот именно компенсация недостатка в рационе тех пищевых веществ, которые при избирательном аппетите у ребенка могут наблюдаться. И использовать этот продукт нужно только на период формирования правильного пищевого поведения и правильного аппетита. Ну и что это, конечно, за калорийно-сбалансированная смесь? Вот содержит омега-3, омега-6 жирные кислоты, которые мы уже сказали в контексте пищевого поведения. И обратите внимание, я специально здесь сделала, что не надо это в большом количестве. Это не замена рациона и не решение проблемы. Я еще раз хочу сказать, она назначается на период формирования правильного аппетита. Где-то 10-15% от возрастной нормы и ребенок может получать. Таким образом, нарушение пищевого поведения, избирательный аппетит достаточно распространенное нарушение в детском возрасте. Последствия длительно сохраняющихся избирательного аппетита могут быть как недостаточность обеспеченности определенными макро- и микронутриентами, замедление когнитивного развития, хроническое нарушение пищевого поведения, поведенческие реакции, нарушение психологического состояния семьи, психологического климата в семье. То есть это отсроченные риски, которые мы сразу не заметим. Тем не менее, они имеют место быть. И, конечно, должен быть обоснованный и дифференцированный подход, о котором будут говорить, но если вы зададите вопрос, я вам тоже отвечу. При этом должен быть подход дифференцирован к тем нарушениям пищевого поведения, которые мы имеем. Я даже вам сказала про коррекцию нутритивного статуса. Она должна быть адекватной тем целям и тем нарушениям, которые мы имеем. Конечно, нередко она уже перерастает в более серьезные заболевания. И вот доктор наш из Израиля, она будет рассказывать, они нередко прибегают. Я хотела бы к тому сказать, что если бы эта проблема не несла какого-то риска здоровья, даже психологического и другого, разве было бы в Израиле открыто отделение, которое она представляет, по питанию ребенка. Наверное, уже все просчитано, и эффекты, и стоимость, и так далее. И тогда, если сложная ситуация, мы прибегаем к мультидисциплинарному подходу. Здесь, в первую очередь, конечно, принадлежит психологу для мамы и ребенку. Ну, и, безусловно, наше мнение, педиатр, диетолог, гастроэнтеролог необходимы. Мне еще раз хотелось бы отметить, что принципы коррекции данных ситуаций должны быть направлены, в первую очередь, на формирование правильного пищевого поведения, а не на медикаментозной терапии, которую мы назначаем с первого приема. Ребенок, мамы говорят, что он плохой аппетит, мы начинаем все направлено на стимуляцию аппетита. А если это избирательный аппетит, то он будет с большей охоты есть, что он так уже есть, не приучая его к питанию. И, конечно, мы не должны, так сказать, использовать безоговорочно все медикаментозные препараты, ферментные препараты и нутритивную поддержку без должного обоснования. И я думаю, что эта тема еще, как сказать, нами обдумается, мы накопим свой опыт. Мы, может быть, не в полной мере еще к ней готовы, у нас более серьезные проблемы. Но это позволяет в любом случае снизить риски для здоровья малыша, нашего пациента. Огромное вам всем спасибо за терпение и внимание.